Друзья, всем привет! Сегодня новое видео на канале будет посвящено вот этому каркасному дому, на котором мы в дальнейшем будем монтировать фиброцементный ссадин кедрал. Это уже вторая часть у нас. Первую часть, кто не смотрел, ссылку на него я оставлю в описании. Мы здесь сделали, значит, контур утепления. Это каркасный дом. Каркас сразу идет стойкой толщиной 20 сантиметров. Мы сделали контур утепления, соответственно, будет утеплен в общей сложности 25 сантиметров. Так вот, если посмотреть, здесь вот у нас идет по скобочкам видно горизонтальная обрешетка. Соответственно, уложен утеплитель. Дальше у нас идет диффузионная мембрана. Как делали процесс утепления, посмотрите в первой части, если кто не смотрел. Так, сейчас хочу сказать, что здесь у нас два вида диффузионных мембран. Значит, Дельта Нео Вент и Тайвик софт. Вот эта пленка была у заказчика, потому что, кто нас смотрит давно, знает, что мы работаем только с Дельтой, с пленками немецкого производителя. Тайвик тоже, в принципе, хорошая компания. Но вот есть определенные особенности. Сейчас вам некоторые особенности покажу. Значит, была кровельная пленка, остался рулон, мы его пустили на фасад. Все стыки, если вы посмотрите, они проклеены у нас обязательно. Вот здесь вот есть какие-то небольшие участки, которые не проклеены, потому что здесь нету лесов. Вот, ребята торопились, чтобы она особо не дребезжала вот эта вот пленка. Вот они участки проклеили, и потом, когда здесь будут уже леса стоять, все это будет проклеиваться. Значит, мне, чем не очень нравится Тайвик софт, пленка такая вот более нежная. В принципе, они стоят столько же, сколько и Дельта, только немного нежнее. Соответственно, к ней нужно более такое требовательное отношение. Понятное дело, что все это мы проклеим, все будет заклеено лентой вот этот вот Дельта-мультибанд. Вот, но, в принципе, за те же самые деньги ты поможешь купить более прочный материал, поэтому мы выбираем Дельту. Тайвик тоже, в принципе, хорошая фирма, выполняет свои задачи с точки зрения пропускания пара, но более такая нежная. Начинается дождик, поэтому по-быстренькому сейчас приближимся. Здесь у нас идет сухая строганая доска. А, вот еще вот этот момент. Если посмотреть вот сюда вот на стропила, пленку мы доводим до конца, до прям кровельной пленки, соединяем между собой. Все у нас, видите, там вот проклеено. Дальше. Здесь у нас идет сухая строганая доска 100 на 20, 10 сантиметров ширина, 2 сантиметра толщина. Мы ее будем выпускать, отодвигать от стены в общую сложность, чтобы у нас получился 3 сантиметра зазор. Это можно сделать за счет дистанционного самореза. Это у нас давно смотрит уже, знает, что это такое. Это очень крутой крепеж. Там сверху тоже, обратите внимание, мы поднимаем утеплитель прямо до самой пленки кровельной. Для того, чтобы кровельный утеплитель можно было соединить со стеновым. Делаем такой замкнутый контур. И диффузионную мембрану также проклеиваем так, чтобы это место было герметично. Если говорить про дистанционный саморез, видите, он выпускает немножко доску. Вот на 3 сантиметра здесь у нас будет. Сейчас это предварительно так, что-то они тут накрутили, непонятно. Но дальше они будут выставлять эту доску по уровню, там доску крайнюю по уровню, вытягивать их на 3 сантиметра, натягивать нитку и, соответственно, все остальные доски ровнять по нитке. Так вот, если посмотреть на дистанционный саморез, выглядит это вот так примерно. Но это широковато здесь. Значит, хочу немножко сказать про контур утепления. Так как у нас каркас идет с определенным шагом, а доска у нас идет под кедрал с шагом максимальным 600, да, но в каких-то местах его нужно будет, там, например, где окна, да, нужно будет уменьшать размер. Соответственно, нам удобно, чтобы на каркасном доме была вот такая вот горизонтальная обрешетка, чтобы мы потом уже как-то не подстраивались под каркас дома. Вот когда мы делаем горизонтальную обрешетку, соответственно, можем в любом месте уже ставить доску. Соответственно, если мы делаем горизонтальную обрешетку, вот, уже есть пространство для того, чтобы добавить утеплитель, который в дальнейшем может перекрыть все мостики холода, которые есть в каркасе. А в этом каркасе они есть, там, на углах, на двойных стойках, вот, соответственно, получается более такой качественный монтаж. Поэтому все, кто делает, строит каркасный дом и дальше делать контур утепления, во-первых, чтобы перекрыть мостики холода, во-вторых, чтобы вам удобно было в дальнейшем монтировать вот эту обрешетку. Дистанционный саморез у нас здесь, ну, вы уже, в принципе, видите его, пойдемте дальше. Тут у нас тоже все проклеено. Если посмотреть вот это место, например, вот этот стык, да, и вон там стык. Вот эти стыки все, видите, как пока он в таком непонятном состоянии, будут выглядеть вот так вот. С обратной стороны у нас уйдет USB-9. Мы прикручиваем на 4 саморезах обычно желтых для того, чтобы стык у нас был вот такой вот ровненький. Потому что у нас стык об решетки, да, он не попадает вот сюда, на этот брусок. Поэтому идеально его делать вот так. С этой стороны, ну, так же, если, наверное, не знаю, будет вам видно или нет. Если посмотреть вот отсюда, наверху мы пленку, также фасадную пленку соединяем с кровью. Дальше идем. Здесь у нас, здесь у нас ребята начинают выставлять обрешетку по уровню. Они, значит, вот эту доску выпустили. Тут, видите, тоже у нас идет USB. Натянули нитку и по этой нитке будут сейчас выставлять вот этот вот каркас. Тут у нас небольшие окошки. Самое сложное. Такое место у нас это вот там, передняя часть. Если сейчас посмотреть здесь, тут тоже у нас есть пленка дельта, есть пленка тавик. Вот сейчас идет дождик. Сейчас я камеру чуть-чуть уменьшу. На пленке тавик почему-то здесь идет какая-то влага, так капли собираются. На дельте, обратите внимание, капель нету. Почему это происходит, непонятно. Вот капельки. А на дельте, видите, все сухо, ничего нету. А здесь вот у нас, не знаю, видно вам или нет, вот такие вот капли идут. Почему? Непонятно. Короче, нитку, да, и дальше они начинают выдвигать. Вот это расстояние у нас, как мы договорились с заказчиком, должно быть 3 сантиметра. 3 сантиметра будет вентилируемый зазор. Вот здесь вот у нас все проклеено. Везде у нас идут ниточки. Вот так это все выглядит у нас с этой стороны. Удобнее показывают, лесов нету. Такой вот небольшой обзорчик наших работ. Тут, если посмотреть, у нас лежит кедрал, закрытый полностью пленкой, чтобы на него ничего не попадало. Кедрал будет цвет C21. В дальнейшем на этом объекте я вам все покажу. А так вот сегодня такой вот небольшой ролик. Идет дождик. Побегу я в бытовку. Если есть какие-то вопросы, пишите. Все, всем пока. Самое главное, друзья, не болейте, берегите себя. Все. Хай!